Мы радуемся у Амельки шубу, только что она распаковала. Хотела в шубе сниматься, но потом стало жарко. Всем привет, это шубоголики. Меня зовут Алия. Я Максим. А это дочка Амеля. Меня держит. С чем мы здесь занимаемся? Мы распаковываем интернет-покупки, которые мы делаем в разных интернет-магазинах. Сегодня у нас на повестке дня. Давай, отцепляйся. Слушай, слушай, не уходи пока. Давай, ты так красиво выглядишь сегодня. Наша рубрика, которую, наверное, все ждут, все хотят знать, почем шмот. Как заплатить немного и выглядеть красиво. Хорошо. То есть я считаю, что твой общий наряд, цена у него 7000 рублей. Давай проверим? Давай. Давай вниз. Кроссовки Бершка. По-моему, 1500 рублей. Брюки Асос. На распродаже я их брала. Ну, около 2000 рублей. А не из ако-кожи. Как ее называют? Свитшот, кофточка. Она из пул имбира. Покупала я ее на распродажу тоже и стоила она 599 рублей. И сережки Алиэкспресс 10 рублей. Слушай, так получается, я-то вообще ошибся. У тебя 4200. Тебе так быстро посчитал? Да. А, ничего себе. Ну, вот 4200, значит. Не, ну я сейчас еще, если так-то уж быть точным, то если выходить на улицу, то надо вот так вот еще. Ну, хорошо, прибавим еще. Плюс пятеру. 9000 рублей. Да, 9 тысяч рублей, и ты вот экипирован, в принципе. Итак, на повестке дня у нас вот эти три волшебных буквы, точнее, две буквы и один символ. H&M. H&M, H&M, я слышала, называют. Ты видела, кстати, что у них на магазинах уже ЭНДА нету? То есть они ХМ просто называются? Да, не, не видела. Да, то есть у них уже... Репрейтинг делают. То есть они просто ХМ. А, видимо, потому что в хэштегах нельзя, видимо, поставить ЭНД. В инстаграме просто ЭНД. Потому что этот не читается хэштег, они хорелом стали. В прошлом выпуске, смотрите его у нас в Шопоголиках, я рассказала о том, о доставке H&M. Как же сделать возврат H&M, расскажу в этом выпуске. Возврат H&M хитрый, ну так, с подковыркой. Если вы не являетесь членом программы лояльности, а стать членом программы лояльности ровно 5 минут, то возврат вам стоит 199 рублей. Прикинь, ты знал про это? Теперь знаю. Спасибо за информацию. А если ты член программы лояльности, то возврат для тебя бесплатный. Как ты можешь поступить? Ты можешь прийти на почту. Здесь вот, кстати, они говорят, есть какой-то бланк возврата. Я первый раз пользуюсь. А, вот. Адрес для возврата Почты России. Адрес для возврата Курьерские службы. То есть, ты можешь поступить двумя способами. Ты можешь оторвать вот эту бирочку, да, заявление на возврат заполнить, я думаю, на сайте где-то СДЭКа. И первый вариант, к тебе приедет Курьер. И второй вариант, ты сбегаешь на почту и наклеишь там посылочку, но бесплатно ты ее отправишь. Вот. Если ты в программе лояльности. Вот. То есть, если нет 199 рублей, что на почте, что у Курьера СДЭКа? Да, да. 199 рублей за оформление возврата. Ну, я считаю, как бы, как сказать. А как, кстати, стать? Расскажи, пожалуйста, как стать членом программы лояльности NCHMDM и какие еще у нее плюсы? Ну, как всегда, плюс участника программы лояльности, что ты получаешь бонусы, да. Например, вот эта покупка обошлась мне плюс к основной скидке, плюс еще было минус 10% скидки. Бывает иногда минус 20% скидки, но я что-то как-то не пользовалась. Вот я первый раз пользуюсь доставкой, да. Сейчас я хочу заказать у них постельное белье, дождусь следующего предложения какой-нибудь скидки и закажу постельное белье, потому что есть еще раздел H&M Home, и я там много уже себе кое-чего присмотрела, в общем, жду. Как стать? Нужно зарегистрироваться, взять телефон, зарегистрироваться, можно скачать приложение, указать свои электронные почты, пароли, ну, все как обычно, и вперед, welcome, как говорится. Копи баллы. Указать свои данные, и ты уже член, так? Да, кстати, если ты оставляешь отзыв о товаре, а вот мы заказали шубку для Амельки, сейчас покажу, похвалюсь. Шубку для Амельки мы заказали в прошлом выпуске, такую мягкую, клювую, здоровскую. Причем шубок? Шубка 1200 рублей мне обошлось. Вот, если ты пишешь отзыв, то ты еще получаешь 50 баллов. Ну, пока я там с баллами не заворачивалась, все баллы, которые были у меня до этого, я пользовалась онлайн, офлайн-магазинами, они у меня сгорели. Ну, сейчас вот Новый год и новые баллы, так что смотрим, пробуем. Ну что, хочу посмотреть уже, что там для меня пришло. Вот, смотрите, что это такое. Я не любитель вот этих вязаных вещей, и все эти свитера, это не для меня, потому что я понимаю, что в моей сфере жизни вообще я не понимаю, куда люди носят свитера. Такое впечатление, что свитера нужно ходить, вот, с собакой гулять и носить свитера осенью. Потому что, например, зимой, как все происходит, ты одеваешь верхнюю одежду, приходишь куда-то, а там жара, а ты в свитере, соответственно, зачем, да? Или ты едешь в каком-то транспорте, ты, если в свитере верхней одежде, тебе жарко. И как-то вот свитер у меня очень редко пользуется популярностью, но вот эту штуку я заказала вместо шарфа. У меня есть такая особенность, кстати, у вас есть она такая? Мне хочется всегда, чтобы горло было закрыто, потому что все мы родом из детства, и мама, видимо, кутала меня. И мне так некомфортно, когда горло у меня открыто. И это такой модный тренд этого сезона – жилетка! Та-да-дам-та-дам! Я хочу, знаете, как носить? Вот, например, с этой шубой. Одел жилетку, и на распашку идешь. В общем, такой вот. Я заказывала XS, потому что тоже посмотрела, что они маломерки, а я все-таки человек небольшой, как я выяснила. У меня было сомнение S или XS, все-таки решила XS. Вот это вот все я, конечно, обожаю. Вот эти косы мне должны идти, но ни разу я так... У меня ни разу не было в жизни вот свитера с косами, там, вот такого. Ничего я никогда не покупала, потому что, как я вам говорю, это все у меня очень редко носится. Но вот это очень долго думала, покупать или нет, и все-таки решила из-за вот этого горла купить и носить как шарф. Ну что, мерим? Специально, смотрите, одела брюки, должно все так совпасть, подойти. В общем, очень интересно, как будет. Какую-то песню хочется спеть прямо без песни и ходить неинтересно. Мне очень нравится. Но вот единственное, что как бы меня смущает, это открытые руки. Я тоже не понимаю, когда носить свитеры. Мне в них жутко жарко. Но, надо сказать, что если надела на голое тело, он такой приятный, здесь вот это вот не колется. Как интересно. Ну да, то есть внутри же ничего нет, вот, посмотри. Что насчет размера? Ну, мне кажется, можно было брать и больше, но это вот чисто на любителя, да? Вот это такое на грани, да? Сейчас вроде как все окей. Если бы S, это более мешковато было. Кому-то нравится такой жуткий оверх. Но мне как раз не хотелось, потому что я понимала, что я буду на верхнюю одежду носить. В смысле, с верхней одежды носить, и чтобы это не было слишком большим таким мешком. Но хотя, вот сзади как-то мне просится, чтобы он как-то подлиннее был. Ты как насчет размер? Великолепно. Ну, хотя, с другой стороны, ну вот, да? Да не, ну как, можно грудью подделать, все хорошо. Груди подделать? Это ты уже про что? Это же не шапоголики? Нарасти, нарастить. Это уже что, попоголики называется? Титька-голики? Так что ли? Вот так сейчас я покажу примерно, если я это представляла. Ну, здесь я надену какой-нибудь, как называется, лонгслив, длинные рукава, чтобы мне по рукавам не дуло, и вот так я буду ходить. А можно мне сейчас я в зеркало посмотрюсь? Нет. Ты крутись. Максим Тиран не дает мне так, да? Вперед. Слушай, Илья, я вот смотрю, мы когда в прошлый раз снимали выпуски шапоголиков, и шуба была сзади очень-очень-очень мятая со спины. Да, но я просто ее только распаковала, а тут я ее отпарила. Расскажи, расскажи, вот что ты делаешь, чтобы вещь выглядела прекрасно? Ну, лично я, у меня есть отпариватель, и я отпаривателем прошлась, и все окей. Но если у вас отпаривателя нет, то старинный бабушкин способ, что вы делаете с мехом, заносите его в комнату, в ванную комнату, где у вас пар, да, включен душ, и вы набираете ванну, и вешаете над ванной свою шубу, и она разглаживается. То есть вы выбираете горячую воду, чтобы был как в салоне. Да, 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 чтобы был пар. Кстати, я вам уже рассказывала, что я любитель голубых шуб, и в прошлом году я уже заказывала себе голубую эко-шубу, и я пробовала ее там разгладить, отпарить, она не отпаривается ни под каким соусом. Соответственно, сразу надо пробовать, либо она отпаривается, либо она не отпаривается. Вот эта отпарилась, и слава богу, и, скорее всего, я так вот ее вот и оставляю. И вот эту штучку я покупала, чтобы носить вот так, чтобы типа не застегивать, здесь еще плюс две пуговицы. Ну, опять-таки же, это Москва, да, у нас здесь не... Ну, очень редко бывает, когда там минус, там, не знаю, 15, и, соответственно, ну, минус 15, даже не знаю, поносишь ли ты этой шубу, наверное, все-таки нет. Она где-то до минус 5, но вот с такой штучкой, может быть, до минус, там, не знаю, 10, да. Вот. Интересно, скатается или нет. А, еще что, сразу же я запачкала помадой. Ну, так грустно. Ну, это чисто мой косяк, конечно. Она есть в трех цветах, вот эта штучка, которая на мне. Есть черный, и есть такой темно-серый. И я вот, представляете, у меня прям голова свихнулась. Сделаю их всех трех цветов, потому что они мне все три нравились. Например, представьте, черный сейчас бы я одела, так было бы контрастно, тоже было бы круто. Ну, я решила все-таки в пользу светлого. Я как-то собираю такой, как, может быть, вы заметили, светлый гардероб, и все у меня ко всему. Вот у меня, например, светлые брюки из эко-кожи, вот у меня уже комплект готов. Я надену сюда какие-то что-то с длинными рукавами, и будет окей. Как тебе мой внешний вид? Мне нравится. Нравится, что она светлая? Очень нравится. Хорошо, что графитовая не сделала. Да? А черная? Тоже. Ну, пишите, да, нет. Что с размером? Это, как я говорю, самый маленький XS, или все-таки надо было брать S? Что вы думаете по этому поводу? Ну, по размеру сама разберешься, а внешний вид не устраивает размер, это тоже для тебя. Ну, а, наверное, есть смысл брать больший размер, если вы туда под низ, что-то собираетесь, там, не знаю, одевать такое, и чтобы она вам не была в обтяг. Интересно, будет ли скатываться, но по виду вроде как будто выглядит так, что скатываться она не собирается. Ну, дай бог, чтобы было так. Вот так, это живоголики H&M. Спасибо тебе за красивые вещи. Нам понравилось. А, я не сказала, конечно, сколько она стоила. Стоила она тысячу, по-моему, 600 без скидок и 1200 она обошлась со скидками. Вот. Точно. Будь здоровы, Амелька! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...